Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Эксперты пытаются объяснить причины победы партии, выигравших гонку, и факторы поражения политических сил, не прошедших высшую палату представителей. Мнение аналитика в репортаже Галима Фаскудинова. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана одержала убедительную победу на прошедших в республике парламентских выборах. Как сообщили в Центре избиркоме страны, народные демократы набрали более 65% голосов. Это позволит им стать партией большинства в национальном парламенте. Вторую фракцию в Нижней Палате получат аграрии. За них проголосовали более 11% избирателей. Глава аграриев Рустам Латипов сообщил, что теперь партия готова реализовать все свои обещания, которые она давала народу. То, что достигли таких результатов, наверное, очень хорошо работали. Мы ожидали чуть больше, от 15 до 20, но мы признаем результаты выборов. Ну вот, по последним результатам, теперь у нас будет 5 человек, создаем фракцию, конечно. Мы будем работать над тем, что мы обещали нашим избирателям, и точно у нас есть программы. Укрепляют, конечно, законодательную базу по ограниченным вопросам, экологическим вопросам. У нас очень большая социальная база. Это 74% населения. У них очень много проблем, которые требуют решения. От аграрной партии в парламент прошли три человека по партийным спискам и еще двое по одномандатным округам. Также в парламенте будут два представителя партии экономических реформ и лидер социалистической партии. А вот две самые крупные оппозиционные силы, коммунисты и исламисты, вообще не преодолели 5% барьер. Некоторые эксперты посчитали это сенсацией, а вот директор фонда Евразия, Центральной Азии, Таджикистан, политолог Равшан Абдулаев, такой расклад по итогам выборов называет закономерным. Конечно, если мы будем говорить о предвыборной кампании в целом, то тут да. Тут не было общего доступа к телеканалам, не было общего доступа к прессе. Были проблемы, но сами итоги я не думаю, что с ними можно спорить. Кроме того, очень многое зависит в регионах Таджикистана особенно от персоналей. То есть, если мы говорим о сельской общине, которая объединяет несколько кишлаков, то тут очень многое зависит от человека, который руководит сельской общиной. Если у него будет желание допустить оппозиционных лидеров встречи с активом избирателей, то он это сделает. Если не будет настроен, то он этого не сделает. Тут у партии власти было особое преимущество, конечно, потому что практически все руководители джамуатов входят в партию власти. Поэтому сами итоги, сам процесс голосования я не думаю, что стоит оспаривать, потому что в целом сами результаты выборов закономерны и отражают ту ситуацию, которая сложилась перед выбором. Эксперты пытаются понять причины сокрушительного поражения коммунистов самой старейшей партии в Таджикистане. Ленинцы были представлены в парламенте почти все последнее столетие. Является ли нынешний провал временным или все-таки прошедшие выборы стали чертой, за которой последует закат когда-то самой крепкой политической силы в стране, задаются вопросом эксперты. Первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулу Сафаров убежден, что коммунистам в ходе этих выборов просто не хватило новых идей. Коммунисты, конечно, опять начали пропагандировать свои старые идеи и кадры у них были опять же старые. Члены Компартии сами голосовали за кандидатов, которые были из народной демократической партии, которые были известны лидерами других партий, чем за свои. На вопрос, с чем связано поражение исламской партии, ответов у экспертов достаточно много. Некоторые политологи считают, что причины провала партии исламского возрождения Таджикистана на выборах лежат в плоскости в предвыборной борьбы. Еще до голосования в таджикских СМИ было много критичных публикаций в отношении исламистов, что сказалось на настроениях масс. Теперь аналитики пытаются предположить, какие изменения произойдут в исламской партии и не получится ли так, что она самораспустится. Независимый эксперт Равшан Абдулаев уверен, что до последнего дело не дойдет. Я думаю, что государство будет заинтересовано в поддержке, на самом деле в поддержке партии исламского возрождения, в поддержке ее существования, потому что гораздо легче иметь дело с легальной политической силой, неужели с каким-то подпольем. Поэтому, да, возможно, будут какие-то заявления со стороны партии исламского возрождения, но она расформирована не будет, потому что, я думаю, если там есть конструктивные силы, я уверен, что они есть, они будут стоять на том, чтобы партия существовала и партия действовала в рамках закона. Неоднозначные оценки по итогам выборов высказали миссии наблюдателей. Представители ОБСЕ указали на множество недостатков, в том числе и проблемы с подсчетом голосов. Но, тем не менее, европейские парламентарии признали выборы, а вот делегаты от ШОС и СНГ наоборот отметили высокий уровень подготовки и проведения голосования. Но, впрочем, такая неоднозначность в оценке выборов в Таджикистане со стороны международных экспертов является уже традиционной. Материал подготовил Галим Фасхудинов из Душамбе. Это на сегодня все, что мы хотели вам рассказать. Надеюсь, это время не прошло для вас даром. Вы слушали программу, подготовленную при поддержке Британского института по освещению войны и мира. С вами была я, Фарзона Абдулкасева. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете awpr.net, а также в фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку awpr.тарьекистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин